ЗЛАТО ПРОТИВ В сегодняшнем выпуске мы будем сравнивать, кто сильнее. ЗЛАТО, либо Хэд Кипер, либо Альфа Калаут, либо Оригинальный Калаут. Мы поставим все три Калаута на нашу плитку, врубим ее, врубим таймер и будем наблюдать, что произойдет. Ну а главным спонсором данного видео является сеть кальянных магазинов Shisha 2 Bros. S2B, которая открылась недавно в Москве по адресу Мастеркова 4 в торговом центре Панорама в 17-м павильоне. Так что будешь здесь рядом на метро Автозаводская, обязательно сюда забегай. Так вот, теперь перед тем, как мы начнем, мы врубим нашу любимую рубрику под названием Донат Таймер. И 300 рублей мне сегодня вкатил Владислав Бережной с очень огромным текстом, но я прочитаю как можно короче. Дава, огромное спасибо за отличный обзор и качество контента. Думаю, будет достаточно. Спасибо, Владислав, все очень круто. А Синека Смоук 888 рублей. Есть 8, положить это бесконечности. Желаем нескончаемых экспериментов в Дом культуры ХЗ Ярославль Трофеева 24А. Идем дальше. Спасибо, Синека, все очень круто. MSX Design, ну Макс Дизайн, думаю, всеми известный чувак, отправил 999 рублей. Я знаю, ты прочитаешь. 17 декабря на Джон Кальяна Крисмас Фест будет представлена новая модель Кальяна Душа. Так что, думаю, как вариант, можно ее будет там затестить. Ну, а хули Ставрополь, 1200. Ставрополь, теперь ты в курсе, где покупать все самые свежие ништяки в Ставрополе. Артем Вишняков, 600 рублей. Больше нет. Ха-ха, ну ничего страшного. Последнее. Передай моей маме Тамаре привет и скажи, что у нее вкусные пироги. Я жду твоей мамы Тамары пироги, блядь, на обзор. Ага, о! Златоустовский, Маш Стройзавод. Собственно, это те самые ребята, тот самый завод, который делает нам Златый. Он прислал 303 тысячи рублей. Огромное спасибо. Мы с вами свяжемся для презента от нас. Отдел рекламы и маркетинга. Вот так вот. Договорились мы со Златой. Ну, а теперь начинаем наш, собственно, выпуск. Так, что у нас, собственно, есть? У нас есть Альфа Калаут, который стоит примерно 300-600 рублей. Нам его выделил магазин S2B. Поэтому мы его поставим вот сюда. Так, вот так вот он у нас выглядит. Все абсолютно новое, не юзанное и так далее. Мы его поставим вот сюда. Далее. У нас есть Headkeeper, который предоставил магазин Fohum.ru, либо Федерация Каянных Мастеров, либо магазин Headkeeper, либо магазин CVP. Там хуй пойми вообще, кто есть кто. Но они мне его, собственно, для эксперимента дали. Так, выглядит он вот так. Я думаю, мы нашу резиночку туда ссувать не будем. А вот такой вот Headkeeper, я думаю, его будет не так жалко. Стоимость его 2200. То есть у нас есть, грубо говоря, средняя цена 400, есть 2200. И главное, это Калаут Лотус. Я его купил за свои деньги, потому что ни один официал не согласился прислать его именно бесплатно, потому что, скорее всего, они очкуют, что ихний продукт пойдет по пизде самый первый. Стоит он 3500. Да, это Калаут Лотус 2.0. Довольно-таки диковая для меня вещь, потому что я привык, что Калауты должны быть блестящие, а он какой-то китайский. Ну, выглядит, по крайней мере, так. Сейчас мы сразу с него резинку снимем, чтобы она вдруг не упала на плитку. И его мы поставим вот сюда. И, собственно, все это сейчас врубим и посмотрим, кто первый расплавится, а кто нет. Ставьте свои ставки. Так, вот у нас вот сейчас идет 12-ая минута, и видим, что именно Head Keeper начал немного вроде бы темнеть. Пока непонятно, правда это или нет, или нам просто кажется от такого света, но реально он немного вот визуально начал немного темнеть, то ли желтеть. 20-ая минута. Точно, да. Head Keeper ведет себя непонятно. Он прям реально стал таким бордовым цветом. И еще вроде непонятно, то ли мы сдвинули наш оригинальный Калаут, то ли у него реально расплавились ножки. Будем пытаемся ничего не трогать, но посмотрим, что будет дальше. Так, прошло еще 3 минуты, сейчас у нас 23-я минута, и мы решили устроить им реальный краш-тест. Мы сейчас сделаем баню из фольги и накроем ее сверху, и оставим ровно на 10 минут, и посмотрим, что из этого выйдет. И уже в конце, собственно, дадим оценку всему остальному. Что мы видим внутри у нас, по факту ничего не поменялось. Она осталась такой же, что и была. Сейчас я себе не один, а вот такой же, какой была. А вот, что вырык, все осталось, а вот так же, так что, ну, что ничего не нравится. Идем к нашему перстыкеру. Как мы видим, здесь я делаю себе мудрый сертикер, но он старт его нашли, он стал бронзовый, с таким первомутровым градиентом. Крышка вроде целая, ну-ка, механизм работает. Так, да, механизм крутится, все нормально. Что у нас стало с самим хэдкипером? Давайте посмотрим. Сейчас я его посерьезнее. Собственно, стал у нас вот такого вот, он просто бронзового цвета. По шарикам все тоже нормально, ничего не сгорело. Собственно, тут можно это посмотреть. Ну, такое прикольное стало, я не знаю, можно ли его использовать дальше или нельзя, но стал он хуенный, да? Мне он нравится. Давайте посмотрим, что стало с Клаудом за 3000 рублей. Так, сразу с механизма. Механизм, как бы, у него изначально плохо работал, потому что шуршавый, но работает. Так, он не потемнел, не деформировался, ничего с ним, собственно, не произошло. обычно как-то Клауды плавятся, но Альфа Клауд показывает, что именно он не плавится и Клауд не плавится. А вот что у нас происходит с нашим хэдкипером, хотя я больше ставил на него, что с ним ничего не произойдет, а все остальные загнутся, но получилось довольно-таки прикольно. Ну, стал крутой. Ну так, собственно, вот и подошел к концу наш эксперимент. Ни один из Клаудов, так назвать, их не расплавился, прям в хламину, да? Есть, конечно, какие-то дефекты, пупырки, но ничего страшного. Я не понимаю, как я раньше умудрялся их сплавлять так, чтобы они просто превращались в кашу. Сейчас такого нет, скорее всего, время идет, технологии меняются, сплавы меняются и каждый хочет сделать что-то как бы получше. Но из этого выходит в том, что Клауд за 3,5 тысячи рублей, Хэдкипер за 2,2 тысячи рублей и Альфа Клауд АК средняя цена 500, смотря где, в принципе по стойкости ничем не отличаются. А отличаются ли они как-то по износу времени или, к сожалению, это очень долго проверять. Но я вам посоветую покупать, конечно же, наверное, Альфу, потому что она дешевле и выгоднее для кальяных. А для дома я посоветовал бы купить более что-то оригинальное. Потому что как бы для дома, для себя, на себе нельзя экономить. Эй, а вот мы и подошли к самому интересному. Это для всех любителей халявы. И да, у нас есть конкурс с тремя призами от компании S2B, то есть от сети магазинов. И в этом видео вы можете выиграть эти призы. Так вот, есть три места и есть три подарка. Назовем это так. Так вот, за первое место победитель получит кальян Цезарь Q&D в полном комплекте это выглядит все вот так вот, вот такой вот кальянщик достанется к главному победителю на первое место. Идем дальше. Второе место довольно-таки интересная вещь. Я ее не видел, не слышал о ней. Это коллаут Red Stock. То есть довольно-таки интересный коллаут. Очень качественно сделан. Можешь вот так сделать себе и как спиннер его крутить. Это за второе место. И третье место это 10 килограмм Бау-бау. То есть тоже очень круто. Тебе как минимум хватит на месяц точно покурить у себя. Так вот, теперь давайте пройдемся по условиям. Условия максимально стандартные. Поделиться этим видео у себя в социальной сети. Вот сейчас видишь по видео как это делается. Берешь жмешь поделиться социальная сеть и ставишь хэштег S2B и выкладываешь свой контакт. Также помимо этого ты пишешь комментарий под этим видео на площадке YouTube что ты думаешь вообще об этом эксперименте и вставляешь свою ссылочку в контакте чтобы мы в случае если ты выиграешь могли тебя найти и написать тебе в личку чувак ты выиграл. Поэтому условия максимально просты участвуйте ребят и итоги конкурса у нас пройдут ровно через две недели в прямом эфире на моем канале так что сразу подписывайся чтобы не прозевать. субтитры подписывайся